Много споров ведется вокруг вегетарианства. Одни говорят, что отказаться от мяса очень полезно для организма и планеты. Другие же называют себя прирожденными хищниками, и они ни за что не смогут отказаться от большого зажаренного стейка. Тем не менее, сегодня мы расскажем о 10 фактах про вегетарианство. Хочется узнать ваше мнение, поэтому оставляйте комментарии под видео. Вегетарианцы живут дольше и реже болеют. Это связано с тем, что избыток животной пищи у мясоедов плохо влияет на их здоровье. Тело переполняется шлаками и быстрее стареет. Употребление мясной пищи усиливает нагрузку на выделительную систему и процессы гноения в организме, а также усиливается образование продуктов распада белков. Рацион вегетарианцев наиболее соответствует потребностям человеческого организма и достижению здорового долголетия. Университет Саут-Гемптона в 70-х годах провел 20-летнее исследование, в котором участвовали 8000 человек. Ученые доказали, что коэффициент умственного развития людей, которые к 30-летнему возрасту становились вегетарианцами, был на 5-10 баллов выше, чем у мясоедов. Бытует мнение, что человек ел мясо на протяжении всей истории. Но это не так. Антропологи доказали, что человек отошел от растительной диеты со времен последнего ледникового периода, когда пища, состоявшая из фруктов и овощей, стала недоступна, и древним людям пришлось питаться мясом, чтобы выжить. Всего лишь несколько недель можно прожить, питаясь только мясом, а на вегетарианстве – всю жизнь. В древнем Китае существовала казнь, приговоренного кормили только одним вареным мясом. У человека в кишечнике начинались процессы гнения, и из-за интоксикации он умирал через несколько недель в жесточайших муках. Недавно мы рассказывали о 10 самых жестоких методах пыток. Ссылка на видео будет на вашем экране в конце этого ролика. Многие известные личности были вегетарианцами, в их числе очень много мыслителей, писателей, философов и спортсменов. Пифагор, Платон, Сократ, Леонардо да Винчи, Вайтер, Исаак Ньютон, Бенджамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой, Бернард Шоу, Махатма Ганди, Альберт Эйнштейн и тысячи других известных и уважаемых людей. Один вегетариальный спасает 80 животных и полгектара леса в течение года. На производство одного килограмма мяса уходит от 20 до 40 тысяч литров воды. На производство одного килограмма пшеницы нужно в 100 раз меньше воды. То есть полкилограмма мяса является эквивалентом расхода воды от 180 приемов душа. Употребление мяса увеличивает вероятность раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Переход на вегетарианство в 95% случаев обезопасит вас от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вспомните, когда в последнее время вы загрызли живьем корову, свинью или хотя бы курицу. Не помните? У хищников при виде окровавленных внутренностей начинается слюноотделение и разгорается аппетит. Так что вы заблуждаетесь, если купив в супермаркете замороженную курицу, вымените себя первобытным охотником. Количество животных, выращиваемых на скоттофермах, в три раза больше населения земли. Например, количество выращенных сои и кукурузы в Америке хватило бы для того, чтобы накормить всех людей в Китае и Индии. В Великобритании 90% фермерских земель обеспечивают кормом только животных, но даже этого не хватает. Поэтому корм импортируют из стран, где дети умирают от голода. Мы не агитируем вас переходить на вегетарианство, но эти 10 фактов точно заставят вас задуматься как минимум о своем здоровье и здоровье нашей планеты. Делитесь этим видео со своими друзьями, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нашей команде. Мы обеспечим вас хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok